Я не вижу состава преступления. Я считаю, что это ношение маски можно оправдать разными вещами. Аллергия, защита от солнца, стеснение, что угодно. То есть и в этом нет никакого преступления. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, для чего вы пришли сегодня в маске в День повиновения? Почему именно это место вами выбрано и в этом наряде? Ну, День повиновения, мне кажется, что нужно помянуть всех, всех, кто погиб, и всех, кто несправедливо был осужден. И это не только в этот день. Я считаю, что каждый день я буду носить эту маску, чтобы думать и помнить об этих людях и напоминать другим. Для меня эта маска стала таким символом. Радио «Свобода» продолжает прямую трансляцию акции «Свободная Россия» от Стеллы, погибшим защитникам Белого дома. На пяточке у Стеллы очень мало места. Только что на наших глазах задержали девушку Ирину, которая была в Балаклаве. Она пришла поддержать «Пусть и рает», никаких лозунгов не выкрикивала. И вообще была уверена, что ее не задержат, потому что... Извините, а что она нарушила в маске? Может быть, правда что-то нарушила? Какую статью? Так я 20.2 ч.2. А это что? Прочитайте, там все написано. Ну, это ношения маски именно или какие-то еще? Да, совершенно. Нахождение в маске. 21 год назад, вместе с десятками тысяч москвичей и наших соотечественников, я имел честь защищать нашу с вами свободу. Был я такой молодой, кудрявый, на фотографиях исторических теперь уже вы меня, наверное, не узнаете. Мы тогда были романтиками, мы тогда думали, что стоит только победить ГКЧП, и наступит счастье, успех, достаток, благоденствие. Россия станет самой свободной, самой счастливой страной. Молодой я был тогда. На самом деле, оказалось, что сейчас у власти как раз наследники ГКЧП. И Путин, и весь его кооператив «Озеро», и вся эта бригада жуликов и воров, это как раз наследники ГКЧП. Они ненавидят свободу, они ненавидят нас с вами, они ненавидят достоинства, они ненавидят все то, что сопротивляется, и все то, что имеет свою точку зрения. Надо это понимать. Я не мог страшным сне представить, что через 21 год после того, как случились эти исторические события, мы с вами будем требовать освобождения политических заключенных. За последние 100 дней, или первые 100 дней прихода Путина в четвертый раз во власть, уже за эти 100 дней власть сформировала фактически репрессивное законодательство. И уже мы видим начало политических репрессий, начиная с участников мирной демонстрации 6 мая, когда с провоцированными властями беспорядках эти теперь участники обвиняются в каком-то насилии. И, конечно, два дня назад мы с вами стали свидетелями, стали свидетелями такого, скажу так, впервые за 400 лет, такого дела ведьм. И мы видим ярко, услышав этот приговор, что де-факто власть демонстрирует наглым, циничным образом, как она желает расправляться с анакомыслием. Демократия — это свободные выборы прежде всего. Вы прекрасно знаете, что правящая партия украла 83 мандата в декабре. Путин украл и нарисовал 15 миллионов голосов за себя в марте. У нас сегодня сфальсифицированная нелегитимная дума, и у нас сфальсифицированный нелегитимный президент Путин. Согласны? В России нарастает вал репрессий. Арестованы люди по 6 мая. Это была мирная акция протеста. Никаких там не было массовых беспорядков. Ничего похожего на лондонские события, на которые ссылаются. Это политзаключенные. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Политзаключенные. Пусть сирает, которые получили два года, два дня назад. Политзаключенные. В России десятки политзаключенных. Свободу политзаключенным. Согласны? Свободу. 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 Продолжение следует...